Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Непростое дело мы начали. Вчера я написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и письмо патриарху о том, чтобы с их стороны не было препятствия, а может и содействия, чтобы мне попасть в Сирию, к боевикам, к этим, в ИГИЛ. Ну и я выставил интернет. Одобряют немногие. Не все одобряют, так даже сказать. Ну, большее число. И даже было такое, просятся со мной, как будто я уже куда-то поехал. И сообщили это уже в Москву. Вчера письма отправили, тут ролик стоит, как на почте сдавали небольшие препятствия были для съемки. Ну, просто женщина не понимает, где можно снимать, где нет. Сняли все это. И сегодня ночью мне прислали, что уже есть связь с ИГИЛом, те, которые с ними имеют отношения. Теперь выйдут на руководство, чтобы я написал им письмо, и чтобы это в видео сделать, и в Ворде послать письмо, как вчера. Ну, вот сегодня утром мы встали. Сегодня у нас, видимо, 8 декабря 2015 года. Вот раннее утро мы помолились. Вот я написал письмо. И ровно 7 часов. Вот 7 часов. К 7 часов мы уже практически все закончили. Сейчас я попрошу Пащенко Владимира Александровича, покажи его, снова зачитать письмо. Он хорошо очень читает. Ну, дикция какая-то. Ну, как есть. Мы же простые люди. И мы начинаем об этом молиться. И сказали, что ночью уже переслать, уже сделали связь какая-то есть. И переводят это отсюда на арабском языке. И поступающие оттуда уже переводят. Вот. Ну, там, если бы мне пришлось быть, то я бы, конечно, сказал, чтобы около меня все время был переводчик. Переводчик. Ну, из их, с их стороны. Для чего это нужно? Как? Ну, я объясняю очень просто. В первом письме, которое я к Путину сказал, что я евангелист, христианин, православный. И у меня очень большой опыт общения с людьми, с мусульманами. Я сидел в тюрьме в Казахстанской, это город Жанатас, Жамбульской области. Мне эти люди известны и очень хороши. У меня всегда были абсолютно правильные, нормальные отношения. Мы друг другу рассказывали все. И они за меня заступались. Самое главное это. Стремились на помощь. А тут я, когда сотрудничал с тюрьмой, после освобождения шел по камерам, я всегда старался узнать, кто мусульмане. Тут чеченцы бывают, других. Это другой народ для них, другая пища. Я в первую очередь открывается кормушка, а там их набито полно. Ну, сидят-то они там не за благовидные дела. Ясное дело. Их презирают, там давят, тут, говорится, ставят не то положение. Но я подзываю их и узнаю, что им нужно. Это сильно их располагало. Я встречался с такими, когда они освобождались, и благодарности нет числа. Я попутно напомню, у меня дед был. У меня мать Мария Егоровна, а он Егор Иларионович. Жили в поселок Карповский Тюменского района, Алтайского края. Это, видимо, у меня от деда отношение к мусульманам такое. И там они куда-то ездили. Зачем хлеб ли покупали или кто с какого-то аула через эту деревню-то. И у нашего деда всегда останавливались. У него как заезжий двор для мусульман был. Я теперь все это вспоминаю. Это тоже что-то заложено уже было с детства у нас, отношение к ним. Это первое. И случилось нашему деду Егору Иларионовичу, еще до войны это было, поехать. И он проезжал через их аул. Он, видимо, не знал. А его узнали. Там что было, говорит, как они закричали. Подняли буквально весь аул, его стелеги стащили, говорит, и на руках понесли по аулу. Это народ, который очень благодарный. Как относятся к гостям. Это у меня вот оттуда как бы было. Дальше родители мои, когда раскулачивать начали, они не попадали под это. Ну, тогда гребли подряд. Они все бросили. Только мой старший брат у них на руках был. Я не знаю, меня-то и не было еще, конечно. Вот. И они как раз попали опять где-то там к мусульманам. И отец рассказывал, какие у них порядок, как они молятся. Вот, говорит, если молятся они, то хоть стреляй, хоть что, они с места не изменятся. А у нас ребенок крикал, уже отцы все оборачиваются. И рассказывал, как на стол. Там наша одна вышла за мусульманином. Напротив нас жили. И она рассказывала порядок. У них, говорит, женщины какое отношение имеют. А они не так, как у нас. А на ней вместе с ними. Хотя за столом вместе. Она все, говорит, горшки на стол ставит и никуда больше не ходит. Не бегает. Вот. А потом-то уже я сам, когда встречался в лагере, да, тем более в Казахской республике в этой. И в моей жизни много было. Тем более я познакомился вот из Азербайджана, в город Баку, Самира Тагиева. Ее легко очень найти. Она преподавала в университете. У ней такие знания. Четыре языка. Муж у ней мула. Вот. Он шесть языков знает, говорит. Он бывший, не бывший, как бывший, так грузин. И как мы с ней ходили по городу везде. Как в мечеть меня перевели. Я в мечети у них молился. Как в комнате. Я говорил вчера, махачкалемы были. То есть это, я считаю, это были ступеньки к тому, что если встреча случится, то... Но моя биография, она написана здесь. Здесь понятно, как можно идти, когда там всех убивают, и вы оттуда не вернетесь. Они убьют вас. Я знаю, на что иду. Тем более я буду говорить, чтобы я был там, где самое опасное место. Потому что я буду об этом молиться. Я еду как бы для этого. Если я поехал бы туда, я на смерть иду, как говорят. Ну, сколько можно. Я и так уже прожил свой срок. Считаю, что моя кандидатура, если бы одобрили ее и помогли туда к ним попасть, ну, подходящая была бы. И вот сейчас попрошусь. Сегодня я написал им письмо руководству ИГИЛа. Ну, вот на облака смотреть, там падают снаряды, падают бомбы, ракеты управляемые. На это не надо смотреть. Мирские люди, они делают, что знают. Потому что это не христианин, а я-то христианин, я другую. Я не смотрю на это. Какая погода, что там унижать. То есть никакого плода никогда не будет. Если Господу Богу будет угодно, чтобы мне встретиться и пожить с руководством ИГИЛа хотя бы год, то добудет его святая воля. Своего не ищу. Римлянам, 12 глава 2-й. Не сообразуйтесь с веком си, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По всем моим 4000 видеороликам видно, что к мусульманам у меня отношение нестандартное, не враждебное и даже более того, когда я шел по камерам тюрьмы, то в первую очередь помогал им всегда, чем мог. И даже здесь, в роликах, мое отношение к ним не враждебное. И я получаю свой адрес упреки, что восхваляю исламистов. В действительности же я говорю о том, что у них есть хорошее, нужное всем, и в первую очередь нам, христианам православным. В моих проповедях отсутствуют слова Аллах, Мухаммад, Коран. Я христианин и говорю о Христе и Иисусе, о Святой Библии. Им буду говорить, когда они сами о том пожелают услышать. Мне желательно иметь гарантию на свободу совести, как у Исфери, на ночную и дневную молитву. Смысл моего личного присутствия в них – быть на самых опасных участках. Молитва постоянная, чтобы всеми нами управлял Дух Святой, чтобы никто из нас, объединяя этим словом из нас, всех там и повсюду, не погиб, но имел жизнь вечную. Мы – братья родные по Адаму, и у нас общего очень много. Тема бесед они будут избирать сами. Мое поведение, разговоры будут под полным контролем с их стороны. Мы будем молиться о вечном спасении, чтобы всем быть в раю послеземной юдоли. Считаю, что более подходящей кандидатурой, чем моя, на эту миссию трудно найти. В пользу того, чтобы они поверили, что я именно тот, за кого выдаю себя, следующее – возраст 76 лет, репрессирован от советской власти. Мое всегдашнее доброе отношение к мусульманам, не нарушая практически ни одного из их правил. Молитва – более пяти раз в день. Пища – отношение к семье. Мне видится, что и мое имя, и фамилия уже с рождения говорили о важной сакраментальным запахом встрече с ИГИЛ. И.Г. Игнатий. И.Л. Игнатий Лапкин. 2 Коринфянам 2 глава 15 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? И.Г. Ибо мы, не повреждая Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 1 Коринфянам 9 глава 19 стих. И.Б. и будучи свободен от всех, я всем поработил себе, дабы больше приобрести. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал, что вовсе всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Деяние, 20 глава, 24 стих. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Игнатий, 08.12.2015 года. Я это все, вот у меня принтер, на принтере это снял, вот, и на один лист поместил, ну, уменьшил, чтобы вошло, вот. Я сейчас на глазах ваших подписываю это, это документ. Документ, за который меня могут преследовать свои и чужие. Но я перед Богом стою. Вот, смотри, я подписываю, чтобы видно было. Это не, не это, даже надавил, уже не подделаешь тут. Вот. Это не подделка. Это действительно так и есть. Я вчера показывал, как я достаю свою печать нашей общины. Наша община Крестовозвиженская принадлежит к РПЦЗ, которые приняли акт о каноническом общении с московским патриархатом. Поэтому у нас хорошее отношение. У нас потеряевки строим православную деревню. Вот. Приезжали тут епископ. Вот, был этот Максим, перед отправлением он был. Максим Дмитриев, он Гильце сейчас там, Липецкая область, видно. И, ну, тут что у меня. Надо, чтобы не провалился печать, когда буду делать. Я знаю, как это делается. И приезжает сейчас митрополит Иванников где-то. Они на месте виду, так видят, что кто мы. Они поминают на богослужении у нас патриарха. Дальше Илариона, первая иерарха Русско-Православная Зорубежная Церковь и местного митрополита. А которые ничего не знают, нападают. Ну, у них такая планида, так скажу. Они нападают, клевещут, все православные, околоправославные. Это все кончится быстро. Вот я говорю, 8 глава, 1 стих Исаия. Когда ему сказано было, чтобы родился сын, Магер шелал хашбас. Спешит, грабеж ускоряет добыча. И вот это в имени ребенка было заложено. Я считаю, это пророк Исаия, 8 глава, 1 стих. Как-то как бы тень падает или отблеск на то, что делаю я сейчас. У меня фамилия, это все как бы заложено. Иг, я показал, что значит Игил. И вот я говорил, на вас идет уже кара. Бог пошлет вам, вам не до меня будет. Нападают, соединяются какие-то здесь, там, с Куратовским. Все это кончится в один момент. Надо Богу молиться, учиться плакать. Что сделали со страной? За перестройку 120 миллионов абортов. Гей-парады делают. Мусульманство все это покончит. И это на пользу будет. Я не к тому, чтобы отдать страну или что-то. Я об этом не говорю, я не политик. Я знаю будет то, что Бог назначил. Вот о чем говорю. Но то, что делается, что убивает страну, заливает кровью в абортариях, ну не дело же это. Я не могу ругать никого. Только молюсь за Путина, за Порошенко, за Эртогана, за тех, которые есть. Мы молимся за всех. У меня такое призвание. Итак. Это что у меня? Что-то у меня у меня маленько. Песчать-то не так. Ага. Вот теперь вроде бы да. Вот так я ставлю здесь. Господи, благослови. Может быть ставлю подпись-то на свою смерть. Вот так. И что на этой стороне? Поставлю еще печать, что подделки никакой нет. Синяя печать, ее не подделаешь. Посмотри, чтобы видно было, что на ней написано. Это письмо к руководству ИГИЛ. Перешлют. Прошу не трактовать иначе, как я хочу. Вижу, что отношения с Турцией ухудшаются, а мы через нее проезжали. И я вижу, с этой стороны надо тоже подписать, чтобы было подписи с этой стороны. Вот так. Ну и прошу всех, кто это видит, не торопиться с выводами. Один Бог знает, что в человеке, и сказать, вот эти не покаются, а эти нет. Так нету. Пока человек живой, все время открыта дверь для покаяния. И после сидеть, ничего не делать, ничего никак не будет. Я об этом молюсь. Меня никто к этому не побуждал, не заставлял. У меня не было встречи, переписки, ни с властями, ни с кем. Я это делаю сам. Добровольно. И молюсь об этом, и все. Не будет встречи, значит не будет. Значит последнее, я так считаю, последняя возможность примирения или как мир установить, что там говорят. Не понимаю. Значит эта опасность идет, как было, я могу сравнить, Чингисхан шел, когда как бич, меч Божий, Атила, Аларих, Наполеон, Гитлер. И говорят, а вот чем кончалось? Будет по-другому. Всегда так не будет. Мы лекарства принимаем, помогают, но в конце концов не может он все время помогать. На конце концов придется все в этом мире оставить. Никакие аптеки не помогут. Умирает врачи самое знаменитое. И Авиценов умер, и Филатов, и вот такое дело. Поэтому сегодня я написал это письмо, да благословит его Господь, и мы помолимся, и прошу всех помолиться. Не осуждайте раньше времени. Я ничего не теряю, вашего ничего не беру. Некоторые прямо аж злобятся. Туда вам и дорога. Вроде бы вас сатана уже завел куда, и теперь вас свергает оттуда с храма, с этого же, я признаю, храм Божий-то, ну как, Христа искушал. А почему вы решили, что я оттуда упал? Ну, то есть никакого подтверждения нету. Я отвечаю, не искушай Господа Бога твоего. Пойти к тем, которые меня еще не убили с Евангелием, это искушение Христа. Ну, подумайте, о чем вы говорите. Апостол шел, куда апостолы? Они знали, что их убьют. Многих из вас убьют. И родные вам, говорят, враги будут. Ну, все это в Евангелии написано. Считаем, Георгий, победоносец, другие. А когда дело дошло, все на попятное ругают того, кто выходит. Гурия Самона, и вспомните, все апостолы, то считай, один Иоанн остался живой, погибли. Они же знали, что их убьют? Знали. А Господь нам не обещал, посылай, как овец среди волков. Главное, это волки не они, а тех, которых собрал Павел, священники, епископы, лютые волки. Деяние апостола, 20-29 стих. И поэтому я прошу всех молитву. Всех, кто это слышит и увидит. Потому что Господь, не дал заповедь быть нам подобным дьяволу, а подобным ему. А человеку убийца и лжец это дьявол. Поэтому нам не убивать друг друга надо, а молиться. Места на земле хватает всем. Богу слава за все. Во веки веков. Аминь. И. Аминь. 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 Продолжение следует...